Лето – это маленькая жизнь. Для наших детей так и есть. За три месяца они становятся крепче, набираются силы, здоровье на целый год. Итоги летней оздоровительной кампании детей и подростков обсудили на расширенном совещании Координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Щелковском районе. Я хочу поблагодарить наш Координационный совет за то, что количество таких лагерей с дневным пребыванием, оно не уменьшается, оно увеличивается с каждым годом и все больше охвата наших ребят именно такой услугой. Мне хочется также поблагодарить наших руководителей загородных наших лагерей. Это и «Лесная сказка», и «Юноармеец», потому что не каждое муниципальное образование может похвастаться тем, что в муниципальных есть два учреждения, которые производят отдых и оздоровление детей не только в летний период, но и вообще круглогодично. В этом году в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании было потрачено дополнительно к запланированной сумме в 9 миллионов рублей еще 6 миллионов. Это позволило, как уже Надежда Владимировна говорила нам, дополнительно увеличить охват детей, организованными формами отдыха, дополнительно увеличить, расширить количество отдыхающих детей по льготным путевкам, предоставить льготные путевки не только определенным категориям, но, собственно, и всем жителям Щелковского района. В районе в этом году на базе школы работало 26 лагерей с дневным пребыванием, в которых отдохнуло более полутора тысяч детей. При полной стоимости путевки в размере 5,5 тысяч рублей родители имели возможность заплатить 1700. В двух загородных лагерях полного цикла отдохнули более 1400 детей. Стоимость льготных путевок удалось сохранить на уровне прошлого года. Для детей из сложных и малообеспеченных семей за счет средств областного и районного бюджетов было предоставлено 100 бесплатных путевок. Юным жителям нашего района еще почти тысячи льготных. Все оздоровительные лагеря имели интересные, досуговые, развивающие программы с набором творческих конкурсов, спортивных соревнований, познавательных мероприятий. Кроме тематических мероприятий, во всех оздоровительных лагерях прошли профилактические мероприятия, беседы, лекции, просмотры фильмов антинаркотической направленности, по профилактике дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности и так далее. На совещании грамотами и благодарственными письмами был отмечен труд многих работников системы районного образования, занимавшихся организацией летнего отдыха детей. Среди них директор старейшего в районе оздоровительного учреждения «Лесная сказка» Василий Филякин. Он в лагере работает уже более 25 лет, сначала вожатым и более 15 лет его возглавляет. Самое большое, что меня радует, что я считаю, что нам удается коллективу сохранить детей, которые приезжают, мало уезжают, но все равно возникают. То есть мы боремся за каждого ребенка, чтобы каждому ребенку понравилось. Действующий уже второй год один из лучших детских лагерей в Московской области, оздоровительно-образовательный центр «Юнармеец» готовится к осенним и зимним каникулярным сменам. Они в нем будут проходить с 29 октября по 7 ноября и с 30 декабря по 10 января. Мы контактируем с детьми, мы общаемся с родителями, поэтому дети с удовольствием уже собираются в лагерь, знают, что будет подготовлено, чем они будут заниматься, какие ребята поедут. Это тоже важно, чтобы друзья были и новые, и старые. Ну а коллектив, как всегда, старается, готовится. На координационном совете было принято важное решение – сэкономленные летом финансовые средства более 900 тысяч рублей направить на предстоящие смены в детском лагере «Юнармеец» для того, чтобы увеличить количество льготных путевок. Это позволит снизить их стоимость для целого ряда категорий щелковцев до 6,5 тысяч рублей этой осенью и до 11,5 тысяч рублей зимой. Андрей Цеханоев, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...